Здравствуйте! В эфире программа «Бумеранг». Мы говорим о здоровье населения республики, о здравоохранении Чуваши. Сегодня в нашей студии гости, казалось бы, разных специальностей, но есть вещи, которые их и объединяют, и мы сейчас об этом у них узнаем. В студии главный детский аллерголог-иммунолог Минздрав соцразвития Нина Рассказова и главный отоларинголог Министерства Алексей Сергеев. Уважаемые эксперты, что все-таки вас действительно объединяет? Что касается лорозаболеваний, то нос участвует как орган дыхания в работе дыхательной системы. Человек дышит и вдыхает любые вещества, будь то вещества полезные, будь то вредные, 18 раз в минуту приблизительно. Среди них могут попадаться и молекулы аллергенов, среди них могут попадаться вирусы, вредные вещества типа дыма табачного. Та специальность, которая нам близка в плане лечения аллергических заболеваний носа, это аллергология. Что нас действительно объединяет заболевания дыхательной системы, так как в нашей специальности респираторные аллергены, это вирусные и микробные инфекции, они часто являются началом аллергического заболевания. Вот грипп как заболевание, ОРВЕ, это общее заболевание для вас или для вас, существующее как риски, да? Да, конечно. Правильно я понимаю? Да. Ну а какова общая ситуация с заболеваемостью, вот вашей нозологией и вашей? Согласно статистическим данным, значит, по отношению к заболеваемости в целом по России и по федеральному Приворскому округу, в Чувашии, заболевание несколько выше. Но связано это с тем, что, значит, у нас, похоже, выявляемость этих заболеваний лучше. Ну и диспансеризация наверняка способствует этому процессу, да, Викторий? У нас в лороспециальности нет разделения, кто болеет больше или меньше мужчин и женщин, болеют все поровну. Единственное, что заболевания среди детей несколько выше. Притом есть тенденция к превалированию каких-то заболеваний у взрослых, каких-то у детей. Ну вот какие заболевания лидируют? В частности, у взрослых. Взрослые часто обращаются в поликлиники с заболеваниями уха. Это где-то около 40-45%. Потом на втором месте ставят заболевания носа. И на третьем – глотки. Последним место занимают заболевания гортани. Просто рост тут технологии, а заболеваемость, она, если изменяется, то совсем немного. А что в аллергологии? К сожалению, в аллергологии не так стабильно, как в лоропатологии. Аллергия на сегодня считается одной из самых распространенных болезней цивилизации. По данным ВОЗ на сегодня, каждый шестой житель планеты страдает аллергическим заболеванием. За последние 10 лет отмечается рост аллергических заболеваний практически в три раза. Если, например, по такому самому важному для аллерголога заболеванию, как бронхиальная астма, распространенность у нас Чуваши составляет среди взрослых 9,8%, а у детей 7,6%. И если мы эти данные сравнивали с 2000 годом, когда проводились исследования, тогда заболеваемость среди детей составляла всего 3-4%. Это развитие цивилизации, получается? К сожалению, да. Это развитие цивилизации, особенности нашей городской жизни. Вот факторы риска. Давайте назовем нашим телезрителем и радиослушателем факторы риска для развития вашей заболевания. Все-таки чаще болеют дети, которые живут в городе. Значит, немаловажным фактором является накопление выхлопных газов, экологическая среда. Да. Затем все-таки мы стали по-другому питаться. И тоже бытовая химия в пище буквально вошла. Да. Наша еда стала или консервированная, или замороженная. Это тот же самый фастфуд, то есть быстрая еда. Потом надо отметить также, вот знаете, большой рост применения антибиотик широкого спектра. И эти же самые антибиотики, к сожалению, содержатся в некоторых продуктах в качестве стабилизирующих, консервирующих добавок, чтобы продлить срок годности того или иного продукта. То есть человек кушает еду, а на самом деле потребляет антибиотики. На самом деле, да, при этом антибиотики. Ну и хотелось бы тоже отметить, знаете, изменился даже характер наших жилищ. Практически во всей квартире сейчас есть пластиковые окна. Это неплохо для шумоизоляции, для энергосбережения. Но, к сожалению, это снижает скорость проветривания помещения. И для нас, для оргологов, очень важно, это способствует размножению, включая домашней пыли. А бытовая аллергия лечится тяжелее всего и занимает одно из первых мест, к сожалению. Но вот иногда так говорят, что аллергия неизлечима. Это все-таки так или нет? Если аллергия диагностирована, нужно ее лечить и контролировать. То есть, прежде всего… Успех есть. Успех есть. Возможно. Потому что аллергическое заболевание – это неправильная работа иммуносистемы. Если мы будем стараться изменить ее ответ в сторону защитную от аллергического, то мы добьемся успеха. А вот мужчины, женщины, взрослые дети – кто все-таки ваши пациенты? Среди детей чаще болеют мальчики. Но есть особенности анатомо-физиологического строения. У них, у мальчиков, более узкие дыхательные трубочки, к сожалению. У них более высокие, если делать исследование крови, у них более высокие аллергические иммуноглобулингия. Я не раз, может быть, об этом сегодня скажу, но это основной наш маркер – диагностические аллергии. Когда детишки наши достигают возраста где-то 10 лет, заболеваемость у них выравнивается. А среди взрослых болеют чаще женщины. Женщины все-таки больше реагируют на изменения и гормонального фона, и хронические заболевания. Все это на них откладывает. Женщина выносливая, но очень чувствительная. Но тем не менее, она очень много сил. Поэтому надо в детстве беречь мальчиков, а во взрослом состоянии нужно беречь женщин. А каковы факторы риска в лорнозологии? В лорнозологии есть факторы риска, которые могут быть внешними и внутренними. Внешние факторы риска, такие как ингаляционное поступление веществ через дыхательные, через полость носа, через нос, такие как, опять-таки, вредные вещества, табачный дым, вещества, которые, допустим, профессиональные, если человек работает на производстве, вирусы. Что касается органов слуха, это шумное производство, шум, громкая музыка. Кстати, инвалидизация, высокой ли степени инвалидизации по вашим направлениям у нас в Республике и в России? Ну, что касается инвалидизации при лорозаболеваниях, то у нас существует только два вида заболеваний, при которых человек может выйти на инвалидность. Это снижение слуха, значит, степень снижения третьей, четвертой степени. И заболевания связаны с голосовым аппаратом, когда человек, как бы, не имеет возможности дышать в ряде случаев при наличии патологических процессов в гортане. Таких больных, кто страдает нарушением дыхания, их не так много. Что касается туговухости, то пациентов таких очень много, существует и школы специально для... Это поэтому у вас количество операций или вообще заболеваний с ушами связано, да? Все дело в том, что те операции, которые мы делаем, они преследуют цель, значит, как бы, исправить ошибку каких-то, допустим... Или природы, или травмы какой-то, да? Да. Может быть, травма и, может быть, ошибка, может, родителей, которые мало обращали внимания в детстве на то, что у ребенка болит ухо, течет ухо. Не своевременно они обратились, допустим, к отельинговым, которые могут как бы им помочь и, значит, не иметь такой проблемы в будущем. Или вот, кстати, даже ушной палочкой можно инвалидизировать своего ребенка ведь фактически, да, когда любят чистить серу? В общем-то, травматическое поражение барабанных перепонок, что происходит при очистке слухового прохода от серы, довольно-таки частая проблема, но она решима. Существует проблема, которую невозможно решить на нашем уровне, допустим, в Чувашии. Вот. Таких больных мы, ну, их не так много, их где-то пять в год мы можем направить в федеральные учреждения. В нашей патологии инвалидизация невысокая. Чаще это касается тяжелых, неконтролируемых в течение бронхиальной астмы и тяжелых атопических дерматитов. Чаще это дети. Уважаемые эксперты, а каким образом организована служба, вот, чтобы пациенты наши понимали, к кому и как они могут обращаться? Что касается отрингологии, то в каждом районе Чувашии есть отринголог, который ведет прием смешанный, не только принимает взрослого исцеления, но и детей. В городе Чебоксары и Новочебоксарске количество тренингологов достаточно для приема амбулаторных больных. В некоторой поликлинике, которые сейчас не имеют тренингологов, есть интерны, которые сейчас учатся, чтобы занять вот эту вот нишу отсутствующих тренингологов. При обращении пациентов часто, на первичном обращении, часто пациенты могут обратиться, значит, к врачу общей практики или участковому терапевту. Если проблемы решимы на этом уровне, то больной получает лечение, назначенное терапевтом. Если же нет, то пациент направляется к тренингологу поликлиники, а там уже по маршруту, который прописан и федеральным приказом, и приказом Чувашской республики, направляется в стационары города Чебоксары. Это республиканская больница среди взрослого населения, больница скорой помощи, Новочебоксарская городская больница. В детской службе пациенты направляются в детский медицинский центр, есть отделение, и в детскую республиканскую больницу, в городе отделение. А сколько операций в год у нас в Чувашской республике проводится в вашей сфере? Что касается взрослой службы, значит, в республиканской больнице в год проводится где-то 1200 операций. В больнице скорой помощи около 800. Из них более 300 – это экстренные операции. При оказании помощи аллергическим больным также разработан маршрут. Сначала пациенты обращаются к участковому терапевту или педиатру. Далее, если педиатр или участковый терапевт заподорит все-таки аллергический характер данного заболевания. Но все-таки у нас терапевтов готовят, да, чтобы они правильно понимали, не залечивали на первом уровне человека. Да, конечно. В ходе специализации тоже проходят все вот эти вопросы. Далее, если ребенку нужно провести специфическое обследование, выявить виновный аллерген и назначить лечение базовое или основное, его направляют в аллергокабинет. Аллергокабинеты у нас есть практически при каждой городской больнице. Их 5 кабинетов детских. И 2 кабинета работают на сегодня во взрослой службе. Пациентов из районов направляют или в детскую республиканскую больницу, там работает аллергокабинет, или же в республиканскую больницу номер 1 направляют взрослых пациентов. То есть в любом населенном пункте республики эта проблема не должна являться, если есть обеспокоенность. Из любого населенного пункта, да, можно добраться до аллерголога города Чапоксары. При обследовании в аллергокабинете проводится специфическая диагностика, выявляется характер сенсибилизации, то есть какой аллерген у данного пациента является ведущим. Аллерголог обязательно назначает лечение базовое, да, он говорит с пациентом о соблюдении необходимых режимных моментов и обязательно приглашает его повторно, чаще это через месяц или три. Идет оценка, если характер болезни не компенсируется, тогда у нас есть следующий уровень оказания помощи, это аллергические стационары. В детской службе есть очень хороший стационар, это отделение на 30 коек детская городская больница номер 3. Дети из районов получают помощь в республиканской детской больнице, в пульмоотделении есть детские койки. Взрослые, если понадобится госпитализация, обращаются в центральную городскую больницу, это больница строителей, там есть пульмоотделение койки. И также республиканская больница, это пульмоотделение, где также есть аллергокойки. Скажите, пожалуйста, какие новые методы диагностики и лечения пришли в вашу нозологическую практику? Наличие диагностической аппаратуры в будущем влечет за собой появление аппаратуры хирургической. То есть более тонкое обследование влечет за собой развитие технологий, которые воздействуют на патологические заболевания. Пришел посмотреться, а фигурация, что-то тут же уже какую-то штучку удалили. Именно почечно малоинвазивно, чтобы не повредить окружающие здоровые ткани. Сейчас мы обладаем такой возможностью, имеем такую возможность оперировать пациентов эндоскопически. Существуют у нас такие заболевания, которые ранее не могли быть вылечены. Ранее приносили как бы большое объемное... Мы делали большие объемные операции, и, собственно, больные... Мы боялись, я просто реально знакомых знаю, которые боятся идти на операцию. Да. Сейчас мы имеем возможность, так как объем воздействия на ткани уменьшился, мы имеем возможность точечно сделать такую анестезию, как говорят, заморозку, чтобы пациент не чувствовал ни боли, у него не было страха. Многие приходят к нам в отделение и говорят, что мы боимся. Уходя, они нам улыбаются и говорят, что, в общем-то, это и не больно. Но операционная активность у вас ведь увеличилась, да, в вашей нозологии? В последнее время, да, операционная активность увеличилась, и у нас есть возможность снижения содержания пациента на койке. То есть уменьшить количество дней, как приведенных больниц. Как и в Европе, опять же, да, у нас облаторно делаются те операции, которые раньше по 8-10 дней в стационаре люди находились. Это да. Это да. Дело в том, что мы имеем возможность даже в день поступления пациента прооперировать и отпустить его, допустим, через 2-3 дня. Что касается заболеваний, которые раньше были очень серьезными, как осложнения заболеваний уха или носа, это инфекционные заболевания в виде менингитов и абсцессов мозга. В последнее время эти пациенты буквально единичные. То есть в разы у нас уменьшилось количество таких пациентов. Осложнений и летальности, да? Отсюда и летальности, потому как вот та летальность, которая, допустим, была у нас в прошлом году, это единичный случай. А что у нас в вашей сфере? У нас в аллергологии основные направления диагностики и лечения остались прежними, но, конечно же, есть достижения. Так, например, изменились реактивы для постановки диагностических тенцентов. Наука все-таки развивается? Наука развивается. Есть более современный тест, он называется прик-тест или уколочный. Он делается быстрее и более информативный. Я хочу сказать, что достижением в лечении аллергических больных можно отметить то, что на сегодня все аллергологи, иммунологи в Чебоксарах, в Москве и в Европе работают по одному направлению. То есть разработаны так называемые стандарты. И все доктора, которые занимаются лечебной деятельностью, этого придерживаются. Мы глубинно себя не можем освещать. Не можем, да. Основной метод лечения аллергического заболевания все-таки является осид. Это аллерген специфической иммунотерапии. То есть лечение стоит в том, что человек получает курсом, сначала, может, ежедневно на стационаре, потом по схеме другой, введение аллергенов. Это маленькие дозы. Но это делается для того, чтобы в итоге достичь изменения работы иммунной системы. Тогда это можно назвать излечением. На сегодня появились также новые методы. Во проведении аллерген специфической терапии появились также новые лекарства. Так, например, это очень важно для наших маленьких пациентов. На сегодня есть препараты в таблетках или в каплях. Это очень удобно. Во-первых, дети не боятся. Чтобы не делать уколы, да? Чтобы не делать им инъекции, да. И самое важное, это уменьшает количество посещений в поликлинику, чтобы не проходить новую инфекцию. Ну и, конечно же, пациент может лечиться сам на дому. Представляете, доктор расписывает ему схему, количество капель, какую нужную ему на курс, и расписывает прямо по дням. И пациент этого придерживается. Я считаю, что это тоже очень большое достижение. Очень важным направлением в работе с нашими пациентами это все-таки остается лекарственная терапия. И на сегодня есть новые лекарства, новые направления. Например, все-таки комбинированная терапия, да. Это когда больной получает одновременно и противовоспалительный препарат, и препарат, который помогает ему расширить бронхи в течение 12 часов. Это и есть комбинированная терапия. Важно, чтобы были хорошие методы доставки этого лекарства. То есть, чтобы лекарство определенного размера попало на определенный участок бронхов. Существуют на сегодня и такие же современные методы доставки препаратов. И я хочу сказать, очень важным направлением еще в лечении наших пациентов является их образование. Нельзя это не отметить. Одним из достижений нашей аллергологической службы является то, что при каждом аллергокабинете в городе работает аллергошкола. И правильнее всего сейчас тогда начать говорить о профилактике заболеваний. Важным является вакцинация против гриппа. На сегодня препараты современные. То есть, они содержат только осколки вируса. Нет ни консервантов, ни антибиотиков, что изменило бы ответ. Что пугает вообще человека. Меня пугает. И можно сказать следующее, что современные препараты способствуют не только снижению заболеваемости гриппом, но и тренируют противовирусный иммунитет на сезон, который случится. Например, сплит-вакцины. Они содержат довольно крупные обломки вируса. И они обязательно встречаются с теми клетками, которые должны нас защищать от гриппа. И тренируют их на сезон. По нашим наблюдениям, заболеваемость у детей снижается в несколько раз, если они привиты от гриппа. Вот именно аллергических заболеваний снижается? В первую очередь, респираторных. Но мы уже поговорили о том, что многие вирусные инфекции являются как бы триггерами. Это тот фактор, который может вызвать обострение аллергического заболевания. Триггер – это запускающий. Запускающий фактор. И поэтому для нас, аллергологов, это очень важно. Как способ снижения заболеваемости от вирусных инфекций и гриппа, прививки, они обязательно нужны. Отсюда уменьшение количества больных вирусными заболеваниями. Естественно, меньше осложнений. Тренингологи, как правило, лечат заболевания, которые являются осложнением вирусной инфекции. Это ленготрахеиды, фарингиты, реносинуиты, особенно часто у детей. Поэтому очень важно вовремя сделать прививку и предотвратить развитие гриппа. Что касается профилактики вирусных заболеваний, вакцинация, она обязательно нужна. Почему? Потому что не только пациенты могут болеть во время эпидемии, допустим, гриппа, но они могут заболеть хронически. То есть заболевание может принять хроническую форму и появится осложнение, которое даже не связано с нашими лорорганами. Будь то заболевание почек, заболевание сердца. Ну не зря же говорят, ангина не вылечена, да, ты можешь получить периодные проблемы на других органах. Да, что касается аденоидов, которые, допустим, часто поражаются у детей хроническим процессом, тоже на фоне вот вирусной инфекции, это те же самые титы, которые в итоге приводят к стойкому снижению слуха, проблемы с которыми мы потом вынуждены справлять. В свою временность лечение и обращение, она важна. Профилактика аллергических заболеваний очень важна. Она существует как профилактика многих заболеваний, первичная, вторичная, третичная. Что это означает? То есть первичная профилактика направлена на предупреждение самой сенсибилизации. Она начинается еще до рождения ребенка. Беременная женщина должна находиться в определенных условиях. И я хочу сказать, что доказанным фактором, который может повысить заболеваемость аллергической патологии в 2-3 раза, это курение. Ни в коем случае не должны курить в том доме, где есть беременная. Нельзя продолжать курить и тогда, когда, конечно, женщина уже кормит грудью. Потом еще очень важный фактор – это рациональное питание. На сегодня, вот, кстати, тоже это один из мифов, когда беременная женщина придерживается очень строго диеты. Это ни к чему. Скорее всего, она доведет себя до истощения. Но мы говорим о модном вегетарианстве. Вообще о том, что, например, женщина думает, что если она не будет употреблять шоколад, цитрусы абсолютно во время беременности, не будет кушать ни курицу, ни рыбу, ни творог, ни молочные продукты, ее ребенок родится здоровым. Оказалось, что это не так. Это не доказано. То есть разумное соблюдение диеты необходимо, но нельзя себя истощать. Этим она тоже навредит ребенку. Очень важным моментом в профилактике уже имеющегося, да, атопического какого-то синдрома, например, вот с рождением у многих детей есть проблема аллергии атопической, атопического дерматита. Или назовем его дерматит. Кошки в доме – это, конечно, дополнительный аллерген. Аллергеном является не сама шерсть кошки. Она себя очень часто умывает. И вот эти ферменты, слюны высыхают на шерсти и летают в воздухе. То есть в конечном итоге вот эти вот эпидермальные аллергены, они называются, они составляют компонент нашей домашней пыли. И являются довольно сильным аллергеном. Аллергии к кошкам, к сожалению, не проходят. Профилактика сенсибилизации, это значит развитие аллергии к домашней пыли, конечно, стоит в ежедневной влажной уборке, в проветривании помещения. Обязательно у ребенка изначально должна быть такая гипоаллергенная постель. Ни в коем случае не нужно ему готовить подушки, где содержится пух перо. Это должен быть холофайбер или синтетика, чтобы мама могла регулярно это стирать. Должны быть наперники на матрасы, чтобы исключить размножение и проникновение клещей. Но все мыть и стирать, мыть и стирать. Мыть и стирать, и не разводить пыль. И вовремя, знаете, вовремя нужно еще убирать ненужные ребенку уже мягкие игрушки. Которые самые страшные пылесборники. Сегодня это тоже очень сильный пылесборник, да. А какие мифы существуют у вас? Что касается лечения лорозаболеваний, существуют мифы промывания полости носа мочой. Так называемая уронотерапия. Есть такие методы лечения заболеваний ушей, закладывания гераний в ухо. Есть методы лечения... Полечить нос водочкой. Или, да, каким-то спиртовым, спиртосажащим... Чесночок заствором. Тем более чеснок. Все вредно? Есть еще один миф. Значит, полоскать полость носа раствором морской соли, привезенной с юга. Вот. Вы знаете, все это не настолько... Эффективно, да? Положительно, сколько вредно. Потому как промывание полости носа, оно подразумевает промывание издательничным раствором морской соли. Или физиологическим раствором. Притом, вот этот вот раствор морской соли, кстати, в этом плане мы, наверное, работаем синхронно с аллергологами, мы должны... Существует аптечная форма, существует специальная форма для промывания полости носа. Вот чтобы не навредить, лучше взять готовую форму. Да, готовую форму. Существуют методы, которые уже опробованы, они работают, протестированы. И мы им точно не нанесем вред. В частности, при аллергических ревенитах, это один из компонентов лечения. То есть смывание аллергенов в полости носа, вот раствора морской соли. Воспитание наших пациентов – это наше дело основное. У нас в аллергологии образование пациента стоит на одном из первых мест. К сожалению, на амбулаторном приеме доктор не сполагает таким большим запасом времени, чтобы объяснить и режим питания, и бытовой режим, и показать все новые современные лекарства, как ими правильно пользоваться. Для этого существуют аллергошколы. На аллергошколах больной получает полную информацию о своем заболевании, методах диагностики, лечения и даже о профилактике и реабилитации. Вот при каждом аллергокабинете в нашем городе эти школы работают. Больной может записаться на прохождение данной школы у своего аллерголога. Я не скажу ничего нового, а профилактика для всех заболеваний – она одна. Это здоровый образ жизни, это нормальный сон, это подвижный образ жизни, это отсутствие вредных привычек. Свежий воздух, радость. Да, оптимизм. Взявшись за руки, уважаемые телезрители и радиослушатели, и взрослые, и дети должны вместе пойти не просто к здоровому образу жизни, не просто к здоровью, а к жизни. Ну что ж, уважаемые эксперты, спасибо вам за беседу. Мы желаем вам доброго здоровья, берегите себя и своих близких сами. Это основа сохранения нашего здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин